10 15 20 минут я буду выполнять функции чисто рекламного характера я расскажу о курсах экселя которые читаются у нас специалисты чуть-чуть времени на обзор требований чтобы определили свои собственные навыки мало ли иногда даже хороший человек человек считает хорошо знает эксель знает его направлении баба но допустим у нас есть третий уровень баба там тоже вы третий уровень экселя там тоже стоит соответственно посмотреть а уже потом конкретно чуть-чуть поговорим ну вот 50 60 минут две трети времени мы поговорим непосредственно о его тонкости но первое чисто рекламное не обижайтесь почему именно к нам специалист надо приходить учить эксель надо приходить учить в обае там все очень просто во первых у нас по всем программным продуктам фирма microsoft не только по экселю работают только сертифицированные преподавателя не допускается если он не получил соответствующую сертификацию во вторых мы голден партнером microsoft и многим рекомендую ну хотя бы в режиме вебинара прослушать второй уровень экселя почему потому что после данного уровня вы получаете не только наше свидетельство а и свидетельство microsoft как авторизированного курса попадаете в обойму эти иногда нет конечно прекрасно понимаю что знание нам много вас но иногда и соответствующая бумажка тоже нет и попасть соответствующий уровень тоже необходимо наконец у нас есть возможность сдать экзамены и отдельно подготовиться к экзаменам по экселю на пользователя на специалиста честно скажу что и есть определенная разница знать excel и сдать соответствующий экзамен ну все это прекрасно понимают сейчас много говорилось о том что знать предмет и сдать это это как говорят в одессе все-таки есть какая-то здесь тоже определенные моменты определенная тонкость кроме того у нас этих самых курсов аж целых 6 штук правда если вы зайдете вот на наш сайт специалист и посмотрите то есть вот стандартно во всей линеечке позиция 1 к 1 кольцев экселя выложено только 5 6 он у нас идет немножко в стороне 2 3 4 5 6 идет немножечко в стороне вот по какой причине это бизнес использование экселей там у нас кстати говоря не 6 там у нас достаточно значительно больше это у нас и анализ предприятия и конкретные позиции которые тоже могут пригодиться конкретно по уровням если вы зайдете на соответствующий уровень то там есть требования и там есть даже в некоторых ситуациях и тест которые сдав которые вы можете проверить подходит вам этот уровень соответственно или не подходит вот видите вот допустим второй уровень как наиболее популярный как тот по которому вы получаете свидетельство нашей майкрософтовская вот здесь есть и соответствующая возможность протестировать ну по простому первый уровень если вы совсем не умеете вместе с тем если вы умеете но знаете ну скажем совсем 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 чуть-чуть ну грубо говоря ткнуть по ячейке и так далее это вот первый уровень после первого уровня вы будете знать основные позиции эксельской ячейки адрес ячейки содержимое ячейки формат ячейки будете знать минимум работы с функцией на словом необходимый минимум если этого необходимого минимума оказывается в принципе опять принципе мне конечно сейчас будут ругать исключать но опыт показывает что основная часть людей которые уже умеют что-то делать и не первый уровень вполне проходит и вот у нас здесь есть тестирование вы соответственно можете сделать пройти это тестирование уровень сразу второй уровень очень рекомендую почему но во первых здесь смотрите как подробно разобраны сами по всем функциям которые есть цели по всем категориям нет я не говорю что мы все функции изучаем все функции изучить но по крайней мере правильно поставить правильно вас сориентировать для того чтобы вы уже потом знали какая функция может пригодиться какая не пригодится где ее найти это конечно да это вот основное знаете есть хорошее правило правило 80 20 20 20 процентов всех усилий дают 80 процентов результата вот 20 процентов усилий которые дают 80 процентов результата 80 процентам пользователей вот этого достаточно заметьте мы сюда поставили сводные таблицы заметьте мы сюда поставили большие мысли данных 20 процентов 80 процентов пользователей это достаточно но если вы хотите стать специалистом то у вас после второго курса после второго курса вы сразу можете идти на шестой бизнес приложение или на любые другие варианты анализ финансового отчетности предприятия и и и там много достаточно интересных курсов связано с конкретным приложением это третий уровень эксенов очень своеобразно посмотрите я вот сейчас открою называется он анализ и визуализация данных кому необходимо идти на третий уровень эксенов у нас кстати говоря более больших спорта стоило или не стоит и так далее дело здесь заключается вот чо моему большому сожалению девяносто ну сейчас уже поменьше но скажем лет пять назад девяносто процентов организаций использовала excel для работы с базами данных не совсем правильный подход тем не менее люди почему-то хранили данные ну а раз так большие объемы большие массивы необходимость работы необходимость преобразования извините надо притормаживает интернет видимо связи с тем что очень много информации выдается вот здесь ну ладно а раз я думаю сейчас откроется а раз так ну пошли на встречу но сразу вас предупреждаю есть то есть что третий уровень необходим в основном аналитиков которые работают с многими данных то есть половина времени это формула ссылок и массивов которые позволяют намного облегчить жизнь когда вы работаете с большими массивами половина времени это анализ этих данных правильные сложные диаграммы красивые очень интересные плюс некоторые дополнительные позиции связанные с этим плюс некоторые дополнительные позиции которые нужны аналитиком ну например прогнозы и вариативный анализ плюс поскольку это все-таки база данных правильная организация связи между базами данных и excel и по большому счету excel нужен только для обработки не всей конечно же базы данных а только часть только нужной необходимой часть и правильно подключиться заметьте не выгрузка если у кого-то в организации используется слово выгрузка категорически так делать нельзя категорически приглашаю вот на этот курс тем чтобы знали как бороться с выгрузкой а подключение подключение запросами соответствующей выборкой и обработки ну и некоторые варианты хранения в кубах с импортом и так далее и так далее ну и наконец четвертый и пятый уровень это программирование на выбор опять же скажу вам честно мы стандартно в требованиях четвертого уровня макросы на вба и соответственно пятого уровня программирования на вба прослушивание курса округа основа программирования алгоритмизации и баз данных не стоит это не обязательная позиция но я бы очень рекомендовал если нет если человек не занимался никогда программирование и хочет пойти на четвертый особенно на пятый excel я бы очень рекомендовал прислушать курс опробить такой небольшой 24 часовой курс тем чтобы вспомнить что такое программирование чем его идёт уверяю будет жутко полезно нужно и не обходить ну это вот так каратенечка такая небольшая рекламка ну а теперь непосредственно давайте займёмся и так давайте-ка мы с вами поступим следующим так вот такого плана вопрос если 20 процентов успеха вне 80 процентов успеха дает вот этот курс второго уровня зачем же нужны макросы зачем нужна работа с макросами и так далее раньше ответ на этот вопрос звучал ну приблизительно следующему макросы нужны вам в трех ситуациях ситуация номер один надо идти отпуск или надо идти на повышение а вместо себя надо кого-то подсадить просто на повышение лапа готовите специалисты и так далее а если и в отпуск приходите человек уже работает куда вас делать поэтому хорошо бы каким-то образом проанализировать свои действия выбрать наиболее типичные вещи и заставить это делать компьютер еще по простой инструкции кнопочки на которую он нажимает получает результат первая ситуация вторая ситуация есть некое действие которое выполняется у вас как на компьютере вы можете одной рукой говорить по телефону вот глазами смотреть на то что происходит за окном а вторая рука будет в этот момент будет выполнять автоматические действия согласитесь у многих такое бывает бывает у этой ситуации очень хочется иметь одну кнопочку нажал получил результат наконец третья ситуация есть некое действие которое выполняется редко 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 но до такой степени оно неприятно что в столе лежит тетрадочка на этой тетрадочке записана вся последовательность действий и каждый раз вы туда еще что-то добавляете или что-то вычеркиваете и каждый раз даете себе слово что все это последний раз пусть я автоматизирую и тогда зато эффективно зато красиво потом а так кнопочка нажал и все в наше время к вот этому всему добавилось еще две позиции позиция номер один поскольку excel многие использовали как базы данных и многие продолжают использовать как базы данных возникает ситуация человек приходит на машину нажимает кнопку выполняет какое-то действие полчаса может идти через полчаса возвращается еще одно действие еще одно еще одно то есть его роль сводится к нажатию определенного количества кнопок ввода формул а все остальное времен свободы а делалось бы это действие загнать макросы больше вопросов не испытывать раз как правило вот именно связано с базой данных ну и наконец последние макросы стали модным трактом приходят люди да вы загляните в интернет посмотрите там где раньше было написано требуется аналитик сознания mxl и теперь пишет требуется аналитик сознания mxl что же позволит облегчить и сократить жизнь ну давайте потихонечку секретами начну потихоньку делиться первое поскольку макросы это все таки программирование а программирование предполагает не сходу вот взяли и соответственно котировали а программирование предполагает постановку задачи алгоритмизация соответствующую блок схему запомните крепко раз и навсегда 60 процентов успеха или больше это правильная алгоритмизация задачи да конечно вы можете сказать вот хорошо выводить эту кнопочку нажать и получить результат но это получится только в том случае если у вас будет в голове на отдельном листочке четко и ясно позиция в позицию прописаны все действия есть алгоритм есть решение задачи нет алгоритма нет решения значит многие этого не любят многие говорят давайте что называется главное вязаться в бой а там уже посмотрим я вас уверяю в этой ситуации у вас идет время и порядок больше сложнее более того если у вас есть алгоритм если вы будете заказывать постороннему человеку это будет намного дешевле еще один момент ну на всякий случай на всякий случай напомню что стандартная схема работа с макросами в экселе не предусмотрено нету в экселе стандартной позиции вот этой закладочки разработчик поэтому если вдруг тут попались такие кому ни разу не приходилось работать с макросами первым делом сделайте следующее файл параметры настроить ленту и включите вот этот флажок разработчик обязательно включите потому что стандартно это не подразумевается хотя некоторые вещи можно делать и без этого а ну например включить и отключить запись макроса можно с помощью вот этой кнопочки которая здесь есть которая вынесена внизу которая меняется и можно соответственно сделать если вы знаете что вам необходимо сделать секрет номер два макросы можно сделать рукопашные если вы четко и ясно понимаете всю последовательность действий то можно включить запись макроса выполнить необходимые действия да это можно сделать беспроблемно а потом остановить и запустить ну вот здесь начинаются определенные проблемы мой вам добрый совет если вы действительно собрались профессионально работать с макросами то вы должны ну скажем так я вам рекомендую выполнить две вещи во первых подскрести в бюджете или пойти к начальству и потребовать второй монитор без двух мониторов работа работать очень невкусно это первое во вторых а я даже сделаю ой такое партизанское действие даже нет поэтому нужно почему дело заключается следующим в 97 тире 2003 версии честный макро рекорд не оптимизирующий а дальше его начали оптимизировать тем чтобы он как можно больше моментов оптимизировал и действовал правильно да собственно говоря вот смотрите покажу вам один простенький простенький пример я думаю сразу будет понятно смотрите вот ну у меня нет двух мониторов поэтому я сделаю вот так вот так вот так и вот так теперь посмотрите вот чтобы здесь и здесь соответственно было видно вот я включил запись макроса макрос 1 лежит в этой книге ну в принципе это уже вопросы распространения описания ничего не даю вот смотрю что у меня здесь вот модуль вот здесь место где лежит вот этот макрос 1 вот видите вот пока здесь ничего нет прекрасно щелкаю по ячейке он написал он у меня описывает диапазон F4 выделить прекрасно что-то сюда вношу нажимаю клавишу Enter щелкаю вот по этой ячейке он пишет эту ячейку выделить щелкаю вот по этой ячейке он пишет эту ячейку выделить а старая забывает видите почему не ну нормально по-человечески да раз я ничего не сделал это лишнее действие просто вот эти мои щелки нужно забыть но маленький момент мне надо вниз спуститься я колесико мышкой крутану видите он фиксировал на 6 позиции вниз колесико выделил ячейку извините ну какое же делайте оптимизацию сделайте ее по-человечески вот это вот это действие у нас пустое лишнее отсюда получается следующий момент следующий секрет как пишется большинство макросов большинство макросов пишется следующим хитрым способом продумали запомнили выделили выполнили алгоритм в режиме макро и кодер иногда с ошибками и всем прочим и выкладывают на тиберите пользуйтесь скажу вам честно если вы используете вот такой подход то то это самое правильное как говорил великий миколанджело я ничего не делаю я беру голову и вырубаю из нее все лишнее вот здесь однозначно необходимо вырубить все лишнее прямо при записи макроса никаких проблем это оказалось лишним лишним вырубили ее прямо здесь правда есть одно веселенькое маленькое но чему там стоит слово гугли дело заключается вот чем фирма майкрософт имеет в отличии от доса одну такую интересную штуку а именно фирма майкрософт пытается сделать свой программный продукт максимально близкий к жизни в досе копировать можно одним единственным способом копии что куда в виндосе сколько способов копирования господа юбиналисты сколько способов копирования вы можете сейчас указать в чате кто то ничего не что то никто ничего не пишет или а ты да кто больше больше двух как три как минимум а так значительно больше control c control v правая кнопка мышки копировать правая кнопка мышки вставить перетащить левая кнопка мышки удерживая в случае необходимости control перетащить правая кнопка мышки куча самое веселое заключается что раз это так это майкрософт и одно и то же действие в экселе можно выполнить кучей различных способов то и его должно быть много различных способов вы знаете в оба мне в известной мере напоминает такое странное здание когда хлоп и ты оказываешься в русской избе прошел два шага и ты оказываешься где-то в суперсовременном прошел еще замки прошел два шага и так далее почему вы знаете ну вот такое впечатление что ничего старого не выбрасывается ну действительно как выбрасывается а все новое добавляется маленький к вам вопрос скажите пожалуйста вот это что кто помнит что это такое присваивание где в байсике знак равно это сравнение а двоеточие равно присваивание а да а вот обратите внимание в бай используется как знак равно как так и знак двоеточие равно и я например не могу логично с точки с точки зрения формальной логики сказать вот здесь двоеточие равно вот здесь работает из того какая группа разработчиков делал какой кусок использовал поэтому это действительно честно вам скажу что вот вот так составить идеальный путь который я не знаю всего что может однозначно и никто не знает всего что он может поэтому к этому тоже будьте готовы это тоже один из секретов еще скажем несколько секретов смотрите так у меня запись макроса у меня выделена вот эта ячейка вот я что-то сюда внес вот она теперь смотрите вот у меня курсор здесь и я щелкнул вот сюда что это за действие я сделал выделение выделение чего какой F4 правильно можно это раз но с другой стороны ведь это же самое действие вот это же самое действие можно понять как на две позиции вправо и две позиции вверх за это отвечает вот эта кнопка на две ячейки вниз на две ячейки влево выключена кнопка выделение конкретной ячейки включена кнопка выделение позиции правда одно маленькое честно разницу между включенной и выключенной особенно когда мышка здесь стоит видно жутко плохо посмотрите вот это включено а вот это соответственно выключено но зато можно делать в процессе записи макроса и еще один маленький вид вообще так говоря нам здорово повезло всем кто работает свежим выстиком здорово повезло по одной единственной причине если вы попробуете воспользоваться макро рекорд компьютером в ворке то у вас компьютер вообще перестанет понимать то есть вы не сможете ткнуть в какое-то место и сказать о вот это место вот отсюда начинать работать а потому что там нет постоянных позиций колонка строка она она меняется ее нельзя записывать поэтому там работают только горячие клавиши а здесь вы можете щелкнуть по ячейкам уже здорово правильно тем более вот разные варианты абсолютные относительные ссылки но горячие клавиши живут живут правда здесь маленькое но посмотрите сейчас я вам покажу один интересный момент наверное все таки остановлю запись один интересный момент тоже кстати говоря весьма и весьма своеобразно смотрите вот у меня здесь что-то написано есть да это как раз как я могу одним движением выделить весь вот этот диапазон кто помнит контрол шифт 8 или контрол звездочка с цифровой клавиатурой но смотрите если я сделаю контрол а вот у меня кольцо здесь контрол а латиница у меня произойдет то же самое правда маленькое но видите где остался кольцо клавиатур в отличие от контрол звездочки цифровой клавиатуры нет вообще-то говоря так смотрите есть такая хорошая клавиша выделить это называется текущая область корон тренджер действия разные немножко разные макаро и кода должен их понимать по-разному по-разному как можно понимать вот это действие по выделению всего диапазона итак смотрите можно вот смотрите вот я только что выделил весь диапазон кольцо перескакивал вот сюда видите значит получается следующее ну вот если по пониманию что контрол звездочка с цифровой клавиатуры выделение текущего диапазона а контрол а давайте попробуем смотрите давайте опять включим запись макроса щелкнул вот по этой ячейке и нажал контрол звездочка цифрового диапазона есть есть потом щелкнул вот по этой ячейке опять вернулся и нажал контрол а потом опять ушел вернулся сюда нажал f5 выделить текущую область и наконец остановил запись и полюбовался дело в том что на маленьком экранчике видно плохо на то что у меня происходит смотрите одно я сделал три действия записал два более того все в зависимости от версии есть версии где контрол а правда при включенных относительных ссылках записывает записывает следующим образом фиксирует на сколько ячеек отступить вверх вниз вправо влево получается что макрикодер не работает вообще макрикодером не пользоваться пользоваться только еще раз повторю именно в режиме напилинга постоянно смотрите выясняйте действуйте кстати еще один интересный момент честно если мне не нравится тот факт что отсюда исчезла кнопка паузы раньше было на прописал кусочек поставил на паузу прописал кусочек поставил на паузу может конечно может конечно я ничего не хочу сказать может тем самым майкрософт говорит ребята здесь нужно делать умную вещь ребята здесь в данной ситуации необходимость в том чтобы ну там не знаю чтобы вы правильно делали чтобы вы использовали объектно структурное программирование чтобы вы писали отдельными блоками а не делали паузу для того чтобы пойти отдельный блок отдельный блок отдельный блок потом из этих блоков соответственно соберет может конечно может и такое может поэтому фирма майкрософт так и делает не всегда ну есть совершенно потрясающие вещи смотрите сейчас еще один маленький кусочек еще один маленький соберет покажу смотрите я делаю очень простую вещь вот у меня несколько листочков вот я скажем сейчас на лист 1 поставлю защиту я включил под запись я включил запись я делаю очень простую вещь захожу в рецензирование захожу в защиту листов и даю здесь пароль есть есть такой есть да останавливаю запись макроса теперь делаю следующее включаю запись макроса захожу в рецензирование и ставлю защиту книги и тоже даю пароль останавливаю запись макроса так захожу в веба смотрите а вот одна защита видите а вот вторая защита опа где пароль причем если вот здесь иногда в некоторых версиях срабатывает то вот здесь не срабатывает ни в одной позиции и приходится править ручками кстати заметьте вот здесь точка и равно видите приходится править ручками приходится здесь дополнительно добавлять что именно так и вот так вот так с стринг но иногда записывать иногда не записывать честно работая с макрорекодером очень часто сталкиваешься с такими неприятностями поэтому еще и еще раз повторю макрорекодер это здорово но не забудьте потом его допилить руками но более того есть еще одна интересная ситуация заключается она в том то вообще-то говоря есть официальный сайт макрософт тоже один из секретов есть официальный сайт макрософт но тем кто не владеет английским я туда заходить не советую там есть русские страницы есть но 95 если не 99 процентов перевода машины переведенные смысл вылавливать из этого перевода но если вы заходите на какой-нибудь сайт форум еще что-нибудь то вы обязательно найдете там позицию раздел форма которые называются незадокументированные функции что это такое но официально это так то что нельзя найти на майкрософтовском сайте то что они официально не рекомендуют но тем не менее есть и работает правда есть одно маленькое к сожалению фирма майкрософт достаточно часто не соблюдает не соблюдает не соблюдает преемственность традиции снизу вверх совместимость иногда и работает к этому тоже надо быть готовым то есть я очень люблю excel я очень люблю вба под excel я с удовольствием делаю разные красивые интересные вещи штучки но весьма часто очень часто ну знаете хотелось бы чтобы у любого водителя было получше поэтому я честно говорю то будьте готовы что может быть что-то в новой версии перестанет работать пример простой очень простой пример очень простой пример вы программируете вы создали макрос который ну собственно говоря это кстати говоря даже не только с макросом вы создали макрос макрос есть переменная и эту переменную куда вы хотите сохранить информацию из какой-то таблицы вы обозвали так 12 12 если вы работаете в 97 теряя 2003 версии это может а вот если вы работаете в более поздних версиях это уже не визит посмотрите вот я могу этому диапазону ячеек присвоить имя таб 12 нет не могу почему а потому что таб 12 сейчас секундочку потому что таб 12 уже есть вот она ячеечка ячеечка таб 12 видите а раньше были трехбуквенные переменные раньше были трехбуквенные макросы они в более поздних версиях работать не будут это первое что надо сделать после того как вы стащили какой-то макрос сервера с интернета и так далее тот же еще один секрет да макросы категорически рекомендую писать и делать 93-2007 там честный макар и кодаль он более удобно подав ged это написание при их напилинге при доведении конкретного под거야 Надо уже подумать и о более позднее. Трехбуквенные имена переменных? Нельзя. Трехбуквенные имена функций? Соответственно, нельзя. Трехбуквенные имена ячеек или диапазон ячеек? Тоже, соответственно, нельзя. Милыш, однако крови она в свое время при переходе к новой версии попоркила весьма и весьма много, весьма и весьма серьезных. Еще один совет. Иногда даже профессиональные программисты весьма сильно ошибаются. Посмотрите, я приведу вам очень простой пример. Предположим следующее. Вот этот лист, я его переименую. Сейчас, секундочку. И давайте я ее закрою. Без сохранения. И по новой открою. Кстати, сразу скажу еще одну тонкость. Теперь, в стандартном экселевском файле, в стандартном экселевском файле, сохранить макрос невозможно. Сохранить макрос надо пользоваться или книгой эксель с поддержкой макроса, или двоичная, или вот эта. Ну, что я могу сказать? Зачем это сделано? С моей точки зрения, сделано это вот по какой причине. Вирус. Посмотрите. Если вирус сядет, а лучшее место, куда ему сесть, это, конечно же, как на макросе. Если вирус сядет туда, то при его работе, ну, скажем так, по крайней мере, антивирусники будут считать, что это работает в офисе. И ничего неприятного. А поскольку вирусы сейчас стали жуткие, жестокие, корыстные, это не прошлый век, когда они были добрые и хорошие. А в прошлом веке даже страшно вспоминать. Такие были вирусы. Вирусы, которые переворачивали экран. Ну, по-моему, он привел. И ходишь в организацию, сдают компьютеры вверх ногами, экраны большие, мониторные, никаких проблем. Спрашиваешь, что случилось с вирусом? Да удалить. А зачем? Перевернул экран, да и все. А что теперь? Кстати, предупреждаю на всякий случай. В последнее время в интернете активизировались вирусы шифровачьи. Поэтому приходит какая-то непонятная почта, лучше убить. И опять же, корыстность. Шифровать, потом денежь. Ну, правда, я не знаю, куда смотрит управление КА. Ну, это уже другой разговор. Ладно. Вот сохранил я его с нужным именем, чтобы сохранить магнит. Теперь смотрите, какая ситуация. Ситуация предельно простая. Предельно простая. Опять же, вот еще один момент. Вот смотрите. Excel менеджмент и ВБА. Новое направление в Excel. Excel менеджмент. У меня был слушатель, у которого в трудовой, вы не поверите, было написано программист на Excel. Правда, достаточно быстро исправили. Последняя у него запись уже звучит. Оптимизатор экселевских продуктов. Это вот как раз менеджер. Менеджмент, Excel менеджмент. Вот это направление. Как оптимизировать экселевский продукт. Как сделать так, чтобы работать можно было быстро, удобно, хорошо и так далее. Предположим, вот стандартная схема. Предположим, у нас люди приходят и делают отчеты по командировке. Ну, сел человек, файлик и так далее. Вот я хочу следующее. Вот здесь у меня, я переименую, вот здесь отчет. Вот здесь отчет. А вот здесь архив. Вот я хочу такой файлик выложить на сетевом диске. И хочу сказать так. Вот каждый человек приходит, вот здесь заполняет отчет, нажимает на кнопочку, и, соответственно, я потом отсюда этот архив беру и смотрю нужную информацию. Предположим, у меня здесь следующее. Начало. Конец. Ну, что-то вот такого плана, да? Здесь срок. Здесь, скажем, подразделение. Ну, что там еще? Ну, пусть, думаю, пока достаточно. Принцип понятный, да? Итак, смотрите. Вот для начала, для начала, я, если я действительно собираюсь заниматься Excel-монагментом, должен сделать следующее. Я должен тщательно продумать, как сделать так, чтобы пользователь, или знаете даже, что я делаю? Вот так. А вот здесь удалю. Здесь удалю. Здесь удалю. А здесь еще добавлю фил. Вот здесь будет место, которое человек должен заполнить. Вот здесь. Вот я его даже вот так помечу. Мол, сюда пиши. Более того, я даже сделаю следующее. Я отсюда... Я отсюда... Где у меня тут родимые? Ага. Санему защиту. Это будет незащищаемое речи. Чтобы пользователь... Потом, чтобы пользователь мог сюда идти. В принципе, если я хочу действительно оптимизировать, у меня есть куча возможностей. Я могу, например, сделать следующее. Я могу, например, через проверку данных... Через проверку данных поставить здесь, скажем... Дата, между или... То есть я могу здесь делать настройки. Я могу здесь поставить условия. Опять же, через проверку данных. Никаких проблем. Я могу здесь в данной ситуации поставить соответствующую формулу. С проверочкой. Срок я могу вычислять вот таким вот образом. Начало... Вернее, конец... Минус начало. Подразделение я могу сделать списочком. Подтянув из другой позиции. То есть здесь... Без... Но это все, конечно, не в оба. Сейчас я хочу объяснить только одну единственную позицию. Вот человек это заполнил. Теперь эту информацию нужно сбросить вот сюда в архив. Эту информацию нужно сбросить в архив. Вот я здесь хочу, чтобы была кнопочка. Вот. Вот я обзову ее в архив. Вот она, такая красивая кнопочка в архив. И чтобы по нажатию на эту кнопочку, эта информация бросалась в архив. Прекрасно. Вот это я просто скопирую туда. И вот сначала мне надо будет сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда и так далее. Значит, задача. Вы пишете соответствующий макрис. Вы еще не владеете нужным уровнем подготовки. И если вы обратитесь к коллегам на форум, еще что-то, они вам скажут, ну, надо прописать макрис, который я бы искал посреднюю пустую страну. И у каждого будет свой совет. Одни скажут, посоветуют следующее. Вот сюда вставить функцию счет Z, указав вот это. Вот вам номер, а, и плюс один. Вот вам номер последней пустой строки. Правда, маленькое но. Видите, здесь она указывает эти. Но вы же будете, напишите макрос. Который будет позицию под позицию. Другие скажут, нет. Нужно прописывать цикл, который бы перемещал вот эту ячейку до попадения в пустую позицию. Да, пожалуйста, ради бога. Для этого надо выучить цикл и так далее. А здесь мы ставим вопрос такого плана. Как сделать это, не изучая, соответственно, ВБА? Как сделать это в резюме макро-рекордер. Давайте пару минут, чтобы подумать. Может, кто-нибудь даст соответствующее предложение? Чисто в макро-рекордере. Как сделать это? И скиньте идеи. Господа, вебинарист. А у вас? Нет. Сначала вставлять во вторую. А дальше? Правильный подход. А дальше? А дальше? И несмотря на то, как это делается. Абсолютно правильно. Делается это так. Выделяется. Да, именно так. Копируется. Переходится сюда во второй. Вставляется. А потом используется вот эта позиция вставки. С раздвигом вниз. Все. Это можно сделать в резюме макро-рекордера. И все будет работать без каких-либо проблем, без каких-либо хлопот, без каких-либо заблоков. Заметьте. Маленькое но. Это применимо только в одном единственном случае. Это применимо в случае, когда у нас вставляемый диапазон все время одинаковый. Вот если надо было по контрл-звездочке выделить, ну тогда другое дело. А так, пожалуйста. Покойненько включайте, можете попробовать. Запись макроса. Перейти на отчет. Выделить. Скопировать. Перейти на архив. Ячейка А2. Ставить. Ну и, соответственно, еще раз ставить со сдвигом вниз. Перешли на отчет, остановили. И навесили вот на этот архив. Пожалуйста. Вот. Иванову отправили. Вот, видите, со смещением, соответственно. Следующего, следующего, следующего. Сначала вставлять со сдвигом. А потом копировать. Но тогда копировать надо в третьем. У нас должна быть всегда свободная вторая. У нас должно быть всегда свободное место. Тоже вариант. И, более того, я вас уверяю. Даже если вы не знаете ВБА, но какие-нибудь вот такие хитренькие пинты с записью и прочее, это намного, намного сможет облегчить вас жизнь. То есть, думайте головой. И достаточно часто это поможет, ну, скажем так, в известной мере сделать, объяснить ситуацию. И еще один маленький момент. Вот я говорю, макрорекодер, запись. То есть, получается, что в принципе, все это можно сделать самим Excel. Такого плана вопрос. Есть ли возможность сделать что-то в ВБА, что в Excel сделать принципиально невозможно? Значит, запоминайте. Есть вещи, которые в Excel действительно сделать принципиально невозможно, даже вручную. А именно. Использование макросов оправданных в случае, когда у вас цикл. Потому что в Excel цикла нет. И если бы в Excel был цикл. И если бы тот Excel назывался не табличный процессор, а интегрированный программный продукт, я вас уверяю, от него инженеров завтра было бы не отощить. Потому что многие вещи, которые они делают в программировании, они есть в Excel. Многие вещи, расчеты и так далее, и так далее. Более того, ну я, например, допустим, могу сказать следующее, еще один интересный момент. Что, допустим, всякие маткады, статкады и всякие прочие программные продукты, связанные с обработкой статданных, живы по двум причинам. Причина номер один. Часть преподавателей высшей школы, ну просто не сориентировались, что в Excel это делать на порядок лучше, быстрее и надежнее. Причина номер два. Часть преподавателей высшей школы принципиально не хотят уходить в Excel, потому что живут на гранты. Ну вы знаете, что у нас творится с высшей школой. Хорошему специалисту, хорошему преподавателю, знаете ли, дешевле найти грант, рассказать куда-нибудь налево, ну будем честны, чем, соответственно, преподавать. А грантодатели в основном деньги считают и требуют, чтобы все это было в бесплатном офисе. То есть не в офисе майкрософтовском, а в бесплатном, извините, в бесплатном офисе. Он, конечно, может, он может все сделать, что делает в офисе, но там такой рядовый интерфейс. Ну потому что люди заботятся о том, чтобы это можно было работать. Люди ни в коем случае не заботятся о том, чтобы это было удобно. Офис, бесплатный офис напоминает телевизор у специалиста по электронике. Он разобран, везде торчат всякие детали, он, наверное, его расстраивает, подстраивает, но обычному человеку пользоваться им, извините, невозможно. Поэтому вот статистические функции. Вот я же говорю, еще добавить цикл и все. Вот чего не может чистый Excel. Чистый Excel не имеет цикла. ВБА имеет еще одно маленькое. Давайте я уже приведу последний примерчик, который чистый Excel сделать не сможет. Посмотрите. Простенькая такая задача, одновременно как бы пример Excel менеджмента. Вот здесь у меня январь, ну так, несколько месяцев. Вот здесь фирма. Вот она, несколько фирм. Я думаю, по времени как раз успею. Вот что-то такое. Вот здесь у меня какие-то числовые данные. Или они заполняются, или они, ну, не знаю, неважно. Давайте быстрее что-нибудь. Ну, вот так. Неважно. Вот. А громадная таблица. Много-много вот тут, много-много вот тут. Может даже на отдельном листе делается следующая вещь. Вот здесь. Список. Вот, с таким источником. Вот здесь список. С вот таким источником. Вот уже получается средство автоматизации. Есть, да? Дальше делаем следующее. Вот здесь. Вот здесь индекс. Индекс. Поиск. Кос. А я ищу вот это. А я ищу вот это. Вот здесь. как. Точно. А вот. Март у меня. Раз, два, три, четыре. Правильно, да? Меняю. Соответственно, будет пять и так далее. Здесь я делаю то же самое. И я ищу вот это. Вот здесь. Точно. Вместо индекса. Я вот здесь вызываю адрес. Я говорю номер строки. Вот. Номер столбца. Вот. Вот она говорит, что у меня апрель фирма 3. Апрель фирма 3. Действительно ячейка Е4. Вот здесь я даю ДВ ссылку. Жуткое название, да? Динамическая внешняя ссылка. И указываю вот сюда. Вот она подтягивает. Тут цифра 18. Вот такое вот динамическое изменение. Управление и так далее. Ну, в принципе, вот это вот учится на третьем Excel. И вот на третьем Excel один пользователь говорит, Алексей Михайлович, у меня следующее. У меня громадный вот такой вот лист. У меня в начале рабочего дня мне приносят стопку чека. И я делаю следующее. Здесь из списочка выбираю человечка или та фирма. Здесь выбираю дату. Смотрю, да, вы мне сильно облегчили жизнь. Вы мне сильно облегчили жизнь. Я вот здесь смотрю, чек совпадает, не совпадает. Если чек совпал, я этот чек откладываю налево. Если чек не совпал, я его откладываю направо. Но при этом я вынужден вот здесь вынести соответствующее изменение. А я хочу, чтобы вот тут было новое значение. Вот тут я вбивал новое значение. И как я ее вбил, чтобы это поместилось сюда. Это сделать можно? Excel не может. Почему? Мы одной единственной ключевой. В Excel у вас есть функции. Много разных красивых. Но даже не копайтесь, не ищите функцию. Поскольку на функцию наложено следующее ограничение. Функция изменяет только значение в той ячейке, где она написана. Нет, можно. Можно. Можно написать функцию, которая будет делать кучу разных действий. Например, удалять лист, на котором она находится. Можно написать функцию, которая, допустим, будет подкрашивать красным ячеечку над ней. Удалять ячейку над ней и так далее, и так далее. И фокус заключается в том, что мы не знаем, сколько раз в процессе работы эта функция будет пересчитана. Сколько раз она будет работать. А сколько стандартный пересчет функции происходит. Кто помнит, когда? Помните, когда? Нет. Как? Если у вас стоит автомат. Автомат, если у вас стоит автомат вот здесь, вот здесь, если стоит автоматический, то по любому изменению на листе. Энтон нажали, удалили, любое изменение на листе. Значит, сколько раз она удалит, а Бог ее знает. Поэтому единственный выход будет заключаться вот в чем. Кнопочка и макросик. Нет, ладно. Ну ладно. Пусть пока. Кнопочка и макросик. И когда я нажимаю, он вот это бросает вот по этому адресу. Итак, а макрос у нас получится очень простой. Давайте подумаем, какой у этого макроса, какое у этого макроса должно быть содержимое. Логически подумаем. А выделять, кстати говоря, вовсе не обязательно. Кстати. Итак, смотрите, пишу в САП. САП. Даем ему какое-нибудь имя. Не знаю. Нот. В. ВПР. Такое хитрое имя. Не ВПР. Я думаю, что это имя изменить, соответственно, невозможно. Насправить. Есть такой факт, да? И начинаем думать. Итак, смотрите. В ячейку. Кстати, маленький вопрос. А ячейки-то в ВБА нет. Обратите внимание. Нету там объекта ячейки. Есть объект Ренч. Диапазон. Есть объект Ренч. Диапазон. Это да. А ячейки нет. В ячейку. В какую ячейку? А Бог его знает, в какую ячейку. Точнее, не Бог. А ячейка З4. А. Так теперь ячейка. З4. Теперь что нам нужно? Содержимое этой ячейки. Варианты. Тоже, опять же, вариант. Тексты. Текст. А ВАЛЬЮ. И, наконец, самый потрясающий вариант. Вообще ничего не указать. Тогда сработает по умолчанию. По умолчанию что самое важное? Содержимое. Закрываем вот эту скобочку. Опять же, варианты текста. Текст. ВАЛЬЮ. Или вообще ничего не указать. И что у нас здесь произойдет? Знак равно. Ну, понятно. А у нас произойдет следующее. Сначала сходим по адресу З4. Вытянем оттуда содержимое. Это содержимое является адресом, которое вытянули. И поскольку здесь слева знака равно, то надо присвоить. А что надо присвоить? Новое значение. Содержимое ячейки. Сейчас, сейчас объясню. Да, вот тут возник вопрос. Да, сейчас перейдем к вопросу. Содержимое ячейки G7. Значит, RANGE. G. Ну, вы сами ставите, какое вам нужно. 7. Все. Одна строка. Смотрите, насколько эффектно работает. Видите? Так, что это у меня? Ага, сюда. Правильно. G6. Вот она. Взявание из той ячейки. Угу. G6. Постон поставил следующего. И уже в эту позицию бросил 45. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, кстати говоря, по времени, да, действительно, уже пера переходить к вопросам. Итак, а как же cells? Заметьте, это не cell ячейка. Это cells. Коллекция ячеек. Нету объекта ячейка. Есть коллекция ячеек. Чувствуете разницу? Есть коллекция ячеек. Есть cells. Есть свойства cells. Да, есть такое свойство. Там тоже можно работать. И здесь надо, кстати говоря, четко разбираться. Так. Ага. Ну, да. Опять же, cells. Cells. Если уж на то пошло, то вот это cells. Да, 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 да. Да, абсолютно с вами согласен. Можно и так. Но вот это cells означает. Application. This is an active workbook. Active sheet. А потом уже cell. Это свойства объекта. То есть объектом является application. Далее, следующим низообъектом является активный workbook, который здесь по умолчанию и так далее. Да, свойства cells есть. Метод, в конце концов, cells есть для того, чтобы добраться. Но это с. Не cell, а cells. А cell нету. Никогда, нигде. Ну, вот. Ниже себя считает Microsoft, чтобы работать с какой-то конкретной. Да нет, на самом деле нет. У ячейки есть много всякого важного, интересного, нужного. В этом легко запутаться. Еще один, грубо говоря, интересненький секрет. Вот скажите, вот если уж на то, если уж мы работаем по объектам. Если мы занимаемся объектно-ориентированным программированием. Смотрите. Дим. Ну, не знаю там. Ну, вот так. С. Смотрите. У меня есть вариант. Так. Видите? Есть коллекция листов. Чувствуете? А есть. Так. Сейчас аккуратненько это оттащим чуть-чуть в сторонку. А есть, чувствуете? Коллекция листов. Видите? И рабочий лист. Кстати, есть еще и коллекция рабочих листов. Вот она. Видите? В чем разница между шип и воркшип? В чем разница между листов и рабочим листов? Ну-ка, господа вебинариста. Давайте уж последний вам вопросик. Последний секретик, потом ваши. Какие есть предложения? Хорошо. А скажите, какие могут быть листы? Лист диаграммы может быть? Может. Можно его обозвать рабочим листом? Нет, там же, очевидно. Лист с рисунком, еще что-то такое. А вот листы, это все листы. А рабочий лист, это вот нормальный эксцелерский лист. Со своими позициями и так далее. И вот это жутко портит жизнь. Почему? Потому что работаешь в БАБА. Привыкаешь работать с подсказчиком. Точечка, потом ты рисуешь. И набираешь что-нибудь типа Азиза Вармука, это книжечка, точка. Выбираешь коллекцию листов. Шесть. Указываешь там первый по порядку, пятый, ну, неважно, или конкретное имя. И не получаешь никакого подсказчика. А не получаешь подсказчика, это страшно. Наверное, ошибся. Тем не менее, все работает, все хорошо. Но все приходится прописывать вручную. Он же на такой степени привык на подсказчик. Почему? А потому что он не знает, какие свойства будут у этого листа. Что он тогда будет подсказывать? Ну, хорошо. Какие вопросы, господи, обменалисты? Если лень писать, лень набирать, могу даже, знаете, что сделать? Могу даже снять. Стоять. Отпустить можете. Вроде отпустил. Не, что-то. Ага, вот. Можете попробовать голосом. Вот, ага, есть, есть, вижу вопрос. Так, нет, 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 нет. На самом деле, это будет означать не work sheets, а sheets list 1. Вот эти квадратные скобочки, они будут означать sheets list 1. Тогда разницы никакой. Точно так же, как, собственно говоря, нет никакой разницы между range g7 и, скажем, вот так, g7. Ну, или указание соответствующего диапазона. Сокращенная форма записи. Но с work sheet будет иметь разницу. Потому что list 1 может быть не work sheet, не рабочий. Это может быть лист с рисунками и так далее. Ну, лист с диаграммой и так далее. Есть более общий вариант. Так. Да, это ziz workbook. Нет, 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 нет. Это active workbook. По умолчанию, если мы не указали, то у нас active workbook. Здесь workbook надо прописывать руками. Вы давали комментарии? Да никак. Нету такого комментария. А есть комментария одна. Вернее, есть комментарий вот какой. Вот он. Да, этот есть. А этого нету. Правда. Есть одно маленькое но. Давайте еще один маленький секретик открою. Если вам надо закомментировать сразу большой кусочек, сделайте вот что. Вот здесь, в любом месте, правая кнопка мышки. В любом месте, лишь бы вот здесь. Всем понятно? Настроечка. Видите, да? И ищите, где у нас здесь очень классная вещь. Comment block on comment block. И тащите его мышкой в любое место, куда нужно. Стандартной позиции нет. А так вот, вот, можно выставить. И тогда выделили. И одним движением comment, или одним движением on comment. Не забывайте. Как в цели все настраивается, так и в BBA все настраивается. Все позиции старые, но все, все можно найти. Еще вопросы? Так, вроде здесь ответил. Так, здесь ворбук, надо непосредственно указать перед ним здесь ворбук. Потому что по умолчанию active ворбук. Тут вроде тоже. Ну, еще вопросы? Да, 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 вот, соответственно. Тогда еще раз приглашаю к нам на четвертый и на пятый. Ну, очень много вопросов там постараемся осветить, но не все. Честно вам скажу, что все просто не... Вот, скажем так, мы в основном... Нет, мы пока же много хороших приводов, но в основном будем стараться именно учить действующего. Потому что все перекрыть просто невозможно. Никто не знает ни Excel, ни BBA на 100%. Даже пишет свой кусочек. Он, может, его в этом кусочке и знает. А целиком, к сожалению. Еще вопросы? Ну, тогда, если вопросов нет, позвольте откланяться. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok